друзья всем привет сегодня будет немножко необычное видео будет небольшой влог просто просто моего небольшого дня как как я его провожу сейчас я еду встретиться со своим знакомым димой у него появилась идея поснимать видео на квадрокоптер и нибудь в интересных локациях точнее даже не интересных а более менее более красивых скажем чтобы впоследствии попробовать это видео продать так сказать изучить спрос насколько это реально насколько это востребовано и что в дальнейшем можно было бы снимать для того чтобы это продать сейчас едем на трухана остров это в киеве кто не знает поедем есть определенные идеи что что чтобы там поснимать все не кстати очень классная погода для этого солнце по и практически нет ветра но конечно прохладно но не столь страшно сейчас придумаю приеду на место дима расскажет немного о том что это за ресурс на котором можно продавать свои видео фото все что связано с векторная графика в общем там по моему еще что то есть мы не знаю в общем ребят я не шарю ссоре поэтому сильно там в комментариях не засоряйте и nói а и вот и и и с и и привет димка ты не поверишь я тут решил влог снять про меня нет просто нашего съемочного дня большого может быть ему пока что ехал в троллейбусе и смотрел последнее видео да было немного слышать расскажи может быть теми просто рассказывал только что до этого про ресурс шаттер стоп читаю все такое шатер за муж и я не они совсем шарим шатер сток это такой сайт где можно продавать как бы и видео и фотографии и векторные иллюстрации и в принципе аудио точно тоже можно но она как бы сейчас нет для широкой аудитории даже так ну чё едем в лес снимать едем в лес едем в лес собственно приехали в лес как бы это страшно не звучало вот хотим попробовать поснимать что-то интересно да мусора тут народ на мусорил ужас просто так местность интересно уже посмотрим если бы не было еще дополнительных тихо деревьев маленьких которые мешают потому что повыше стремно как-то снимать с коптера там зацепиться за ветку что-то вообще не на деревьями за ничего делать какой лес вот у кстати вроде неплохо жаль солнце у нас сверху ну кстати местность такая можно что-то попробовать проблема вот этих деревьев то что ну вот маленьких они просто картину портит по сути летать даже поднялся это вообще не пролет допустим над деревьями можно вообще сделать без проблем можно попробовать просто на между ними тоже между ними да не ну где-то тут где побольше я в принципе могу пролететь вот как раз между теми деревьями нужно вот типа попробовать идем просто посмотрим что там и как а кстати смотри там интересно такой проход идет отсюда можно до отсюда и вот так вот туда аккуратненько в лесу сняли пару кадров пролетом между деревьями кстати интересно получилось я потом в это видео добавлю вставочки именно того чему наснимали а вот сейчас пойдем искать что-то еще а вот сейчас вернулись обратно на старое место тут сейчас вам покажу в общем дорога среди леса вот хотим сделать вот пролет до пальцем так эпично по показано в общем пролет здесь хотим сделать и наверное попробовать в повороте не знаю насколько это вообще получится сложновато конечно будет но в принципе это реально вот зафиксированным под подвесом в общем так не значит попробуем то что получится крутое обязательно видос закину ребята вот так вот проводят свои выходные мотолюбители проехали чуть дальше вот сейчас покажу вам тут железнодорожный мост есть вот такой вот только что кстати приехал какой-то технический поезд если я правильно понял да куда техникран поезд крана поезд кран понял вот и хотим не знаю если это получится словить поезд и попробовать снять его в движении это было бы конечно очень круто бы крутой кадр для начала подумать какой именно кадр сделать либо просто зависнуть он про это можно можно сбоку вот так вот такой боковой пролет типа сделать типа самый простой ты поднимаешься направляешь на я покажу вам камера на него проезжают у так как бы вагона меняется понял тоже интересно когда тоже можно его еще словить надо ты же понимаешь сейчас появится вынимать если вы мемкуптер может быть так пролет сделаем чисто ради интереса там если их будет поесту или просто наш мост снять да тоже можно в принципе полна в провода не за ладно все попробуем рида ребят только что снимали железнодорожный мост остановились возле забора просто хотели снять поезд вышел охранник там за забором стоял вышел охранник говорит ребят что вы тут снимаете ну короче на повышенных тонах все происходило я это не снимал в общем вы сейчас там сбу вы забули там еще кого-то ну не знаю мы аккуратно сложились я ему сказал что это как бы вместо такое мы на территории саму не находимся поэтому я считаю что в этом ничего страшного как такового нет в общем не знаю кому-то позвонил позвонил ли он вообще ну да 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 говорит что к якобы кому-то позвонил гавы записывай номер продиктовал номер мой гос номер автомобиля то есть и мы селись и спокойно уехали как бы не убирая там как бы особо сами подумайте ну бред какой-то ощущение как будто мы через забор перелезли начали там что-то снимать втирается такой-то стратегический объект о короче это в нашей стране все так печально в этом плане просто передать в общем едем дальше не значит будем еще что-то снимать ребят собственно струханова нас согнали да ну не не то чтобы сбежали просто когда ты стараешься общаться на какие-то стра сообщаться спокойно то есть решать конфликт спокойно человек не умеет решать конфликт спокойно начинает кому-то звонить что-то бухтеть в общем много базара дело ноль в общем конфликт никак не решается и мы просто спокойно собрали вещи сели в машину и уехали а вот поэтому решили приехать на болонскую набережную сейчас поснимаем тут еще хотели встретиться может быть если найдем патруль полиции пообщаться с ними по поводу такого инцидента как что они думают по этому поводу вот и не знаю сейчас может быть еще пару кадров тут снимем интересно должно быть прикольно если нас отсюда не загонит хотя отсюда не должны место публичное общественное вот попробуем тут а а а а В общем, так. Поснимали мы, к сожалению, со стороны некому было поснимать, не на что, нет с собой камеры. Я вам закину видео, в эти промежутки видео с квадрокоптера, ну то, что мы снимали. Там такие фрагменты, чисто пролеты, там какие-то фотографии будут, чисто такие по 10-15 секунд что-нибудь такое пробное на продажу. Уже вечерок, 6 часов вечера, сейчас еду по Абалоне, вот. Двигаю в сторону Зарагожичей, я сейчас заберу подругу и поедем праздновать прошедшее день рождения. Еще, кстати, несколько слов по поводу квадрокоптера. Вот мы на Абалоне пока набережной запускали, очень много людей и, знаете, такой вот, только ты раскладываешь квадрокоптер, только ставишь его, начинаешь запускать, потихонечку сходятся люди, начинают смотреть, никто ничего не спрашивает. только запускаешь, поднимаешь в воздух, все, публика рядом просто мгновенно, реально обеспечено. Проходит маленький ребенок с бабушкой лет, ну не знаю, сколько ему, лет 5 может быть максимум было. И он такой, бабушка, смотри, это квадрокоптер или там дроном, он сказал, каким-то таким словом интересным, вот, и мы стоим с другом, прозреваем, ну ничего себе, дети уже реально прошаренные, знают, что это такое. А, ты не поверишь, я влог снимаю, как тебе вообще такая идея, а? Что, все плохо? Привет всем, кто смотрит этого чувака борода-то. Влог, да, не, кстати, там не просто влог будет, он рассказывал. И что, кто-то смотрит? А будут смотреть? У меня уже 30 подписчиков на канале. Подлоги. Да. Подожди, подожди. Собственно, даже и на таком катаются. Я прозреваю, у них такой сап больше, чем машина реально. Не было, не было в то время у людей селфи-палки. Вот почему не зашло, короче. Если бы на инвалидке селфи-палки катались, все было бы гораздо круче. Да, так что и такие экземпляры в Киеве попадаются. В общем, Леша пошел дальше, решил телефон не использовать и взял просто раз и он... Я не попаду при чем. Леша идет в магазин. Я не зашла. Все, от Моторола рулит, да. Прием, прием. Задерживаешь, задерживаешь и говоришь. Леша, говори внятнее. Прием. Все нормально. Я просто просил подарить призывающий вызов. Теперь стало понятнее. Спасибо. Спасибо. Можно внять? Хочешь расскажу анекдот? Через три километра поверните направо. Мне, пожалуйста, дабл чизборгер меню с картошкой фри и кофе, наверное, капучино дайте. Да, картошки давай. Да, кисло-сладкий, пожалуйста. Итак, как развлекаются в пиццерии взрослые, так сказать, да? Играют в аэрохоккей. Все правильно. Ааа, чувак. Тихо, тихо, тихо. Не достал. Сколько там? 10-9. Ну, 10-9. Ну да. Давай еще раз. Да, контрольник. Давай еще раз. Тихо. О, 90. А, слышишь? Зависло, зависло. Нет, ты потерял просто фишку. Ааа. А я этим воспользовался дважды. Это сам... О, четенько. Самое жесткое, когда теряешь. Да что такое? Реально, ребят, если вы думаете, что типа... отстой какой-то. Я там не могу уловить. На самом деле, палец еле скользит просто. Очень сложно. Ну вот так и получается. Та давай. Тихо, 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 тихо. Фух, ребятки. Вот, наконец уже конец дня. Посидели, короче, поели пиццу. Уже там днем отснимали. В общем, так, сейчас поедем еще заберем нескольких людей там по пути. Вот, и... И домой. Я уже так утомился за сегодня. Это мой первый влог. Если что-то где-то было не так, или вам что-то не понравилось, сильно строго не судите. Снимал то, что считал нужным. Вот. И... Старался сделать интересным. Поэтому, ребят, если понравилось, оценивайте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будет еще много интересного. Это не последний влог. Будут, будет еще. Будут новости. Будут познавательные выпуски. Поэтому, будет еще много интересного. Если хотите поддержать, действительно, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, чтобы мне хотелось это делать. Всем пока.